В популярном паблике «Аноним-03» горожане активно публикуют истории о том, что становятся свидетелями жестокого обращения с детьми. На просторах интернета множество постов на эту тематику. Но как они помогают решить проблему? Никак. Практика показывает, сигналы в интернете в большинстве случаев не дают эффекта. Как же поступить? Если вы увидели следы побоев, истощенный вид и другие признаки того, что ребенку дома плохо, следует немедленно обратиться с заявлением в полицию или органы опеки и попечительства по месту фактического нахождения ребенка. Если вам стало известно о факте жестокого обращения с ребенком, вам необходимо зайти на сайт Министерства социальной защиты и оставить сигнал о неблагополучии. Ничего заполнять не нужно. Вам нужно пройти по ссылке «Сигнал о неблагополучии» и там заполнить небольшую форму. Можно обратиться на единый телефон социальной службы, это 462434, и оставить необходимую информацию. Сотрудники социальной службы и правоохранительные органы должны в кратящие сроки провести проверку по обращению и в случае подтверждения регулярного издевательства над ребенком принять меры по его изъятию из семьи и привлечения родителей к ответственности. Между тем, опытный юрист Александр Мяханова утверждает, что система обращения граждан в органы имеет ряд недостатков. В течение нескольких лет я обращалась по тем телефонам, которые говорят, что они работают. Я до телефонов не дозвонилась ни разу, особенно в субботу-выходные, когда и проблемы есть у этих людей. Часто я не дозваниваюсь и до МВД, иногда там требуют представиться, я могу представиться, а люди не желают. МВД это должны учитывать. Сегодня есть проблемы с телефоном доверия. Во-первых, действительно, телефон очень длинный, и запомнить его сложно. Хотя, с другой стороны, запомнить можно, если бы мы везде видели этот номер телефона доверия. Но это федеральный номер, мы не можем, это федеральная служба, поэтому выйти с предложением, может быть, и это возможно, но другое дело, что это не наша компетенция. В последние годы количество родителей, лишенных родительских прав, неуклонно увеличивается. В прошлом году в Бурятии число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выросло почти на 30%. При этом многие граждане не сообщают о фактах грубого отношения с детьми, опасаясь, что это приведет к немедленному лишению родительских прав. Специалисты спешат успокоить, что это не так. Изъятие семьи происходит только при доказанной угрозе жизни и здоровья ребенка. Так что ради спасения детей не стоит ограничиваться лишь постами в интернете.